Здравствуйте! В эфире Вести Норильск. В студии Анатолий Аплеснев. Смотрите в этом выпуске. В Норильске в результате ДТП снова пострадали люди. Авария произошла сегодня в половине 11 утра в Старом Городе. На улице Октябрьской столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль. Авария произошла в тот момент, когда автобус двигался с прилегающей территории управления строительством. Выехав на проезжую часть, водитель не уступил дорогу иномарке, которая в этот момент двигалась со стороны никелевого завода. Водитель легковушки успел подать лишь звуковой сигнал, но времени для маневров уже не было. Пострадали два человека. Водитель легкового автомобиля и его пассажиры. Данные пострадавшие специализируем в МСГД-1. Виновность будет установлена после окончания административного расследования. Уровень воды на реке Норильской стабилизировался. Об этом рассказали участники заседания штаба по контролю за ситуацией с водоснабжением города. Благоприятного исхода удалось достичь благодаря совместным усилиям специалистов заполярного филиала и гидрологов из Санкт-Петербурга. Подробнее расскажет Алла Долматова. Оперативный штаб был создан в июле этого года с единственной целью – решать вопросы, связанные с низким уровнем воды в реке Норильской. Сегодня специалисты с удовлетворением отмечают – кризис миновал. Предпринятые усилия не прошли даром, а результаты превзошли все ожидания. Под четким руководством ученых Санкт-Петербурга и Красноярска специалисты заполярного филиала возвели дамбу. 400 метров перекрыли противофильтрационными матами. Надеялись, но до конца не были уверены в результате, признается Александр Рюмин. Сейчас уровень Норилки соответствует многолетним значениям. Норильчане могут вздохнуть с облегчением. Воды хватит на всю зиму. Я более того сказал, что ту панику, которую пытаются какие-то там личности на своих сайтах или еще что-то посеять среди города – это все беспочвенно. Это ничем не подтверждено, это какие-то досуживые мыслы. Сегодня нормальная рабочая спокойная обстановка. Сегодня приступили к окончательному перекрытию так называемого прорана. Зазор в дамбе заваливают крупными базальтовыми глыбами и продолжают укрывать оставшиеся 200 метров противофильтрационным материалом. Специалисты надеются, уровень воды поднимется еще на полтора метра. Все работы завершатся к 5 октября. Руководство заполярного филиала говорит о стопроцентной готовности Норильска к зиме, пока один земснаряд остается в районе первой насосной станции. Его задача – соединить самое глубокое место Норилки. Окончательные прогнозы по водопритоку будут сделаны в первой декаде октября. Пока водоприточность ниже, чем в предыдущие годы. Но тренд, скажем, снижения в прошлые годы и тренд снижения в этом году, он таков, что где-то они должны в ноябре, в декабре, наверное, перехлестнуться. То есть, водоприточность должна выйти на среднегодовые значения. И здесь природа должна справиться сама. Что касается вопроса энергоснабжения предприятий заполярного филиала, режим жесткой экономии вводить не пришлось. Хотя малоснежная зима в районе Хантайской и Курейской ГЭС заставила поволноваться. Проблему удалось решить за счет тепловой генерации. Было снижено потребление гидроэлектроэнергии, а это позволило сохранить уровень воды в водохранилищах. Сегодня все предприятия работают в штатном режиме, без каких-либо ограничений. Производственное отставание, не связанное с энергопроблемами, компенсируется за счет работы на повышенных режимах. Руководство компании заверяет, беспокоиться не о чем. Даже с точки зрения сохранения экосистемы, реализованный план не принес ущерба. В теле дамбы проложены трубы, по которым рыба может беспрепятственно преодолевать свой привычный маршрут. Алла Далматова, Евгения Шинделова и Сергей Карпов. Вести Норильск. Норильские депутаты открыли новый политический сезон 12-й сессии Гурсовета. Острых дискуссий не было, несмотря на то, что будущий год несет очень много изменений. Они связаны как с финансами, так и с определениями ряда правил на территории. Повестку дня из 21 вопроса депутаты рассмотрели за два часа. Что приняли парламентарии, какие вопросы потребовали больше всего уточнений, знает Татьяна Глебова. Большая часть вопросов носила чисто технический характер. Законотворческий процесс не стоит на месте, и муниципальные документы постоянно требуют определенных уточнений. Из общего списка повестки дня таких вопросов была добрая половина. Первый и самый трудный – формирование бюджета. Тем более, что формировать его будут по совершенно новым правилам. Главный финансовый документ будет состоять из так называемых муниципальных программ. С 2014 года у муниципалитетов появится и новая возможность наполнения бюджета – Дорожный фонд. За пользование дорогами, выбросы и так далее теперь придется платить. Правда, не всем, а только владельцам большегрузных машин, чей вес составляет больше трех тонн на ось. Вырученные деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры города. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда могут использоваться на проектирование и реконструкцию автомобильных дорог. Общего пользования местного значения и искусственных сооружений на мире. То ли потому, что вопрос бюджетный и сложный, то ли потому, что деньги любят тишину. Здесь уточнений депутатам не потребовалось. Чего не скажешь о другой теме – правилах захоронения животных. Высказались практически все. Резюме одно – своих питомцев надо не только содержать за собственные средства, но и хоронить. Причем не там, где вздумается. Пока получается наоборот. Это неправильно, потому что это беззаконно, это создает опасность. То есть животные могут заболеть и умереть с какой-то там заразой. А там же ходят другие животные, потом это вытаивает. То есть для того, чтобы навести порядок в этом деле, вот принято такое решение. А уже специализированная организация, которая будет рекомендована городским хозяйством, она должна создать условия для захоронения соответствующих всем требованиям. Поскольку на целый ряд депутатских вопросов, ответов так и не прозвучало, например, неясно, сколько стоит захоронить животных, непонятно, какой штраф за нарушение правил захоронения, депутаты предложили отправиться на экскурсию в фирму «Бытовик», которая сейчас занимается отловом и захоронением безнадзорных животных. Один из самых главных вопросов в положении о компенсационных выплатах оставили на финал. Депутаты определили максимально возможный уровень коэффициента ДКВ. Раньше верхняя граница не была установлена. Теперь глава города по решению комиссии может устанавливать индивидуальный коэффициент. Главное, не больше десяти. Рассчитывать на столь щедрый размер КВ-шек смогут специалисты с низким уровнем доходов. Если небольшой, допустим, оклад, ну не знаю, там, 3000 рублей, грубо говоря, и человек приезжает без вообще полярок, вот это действительно ценный специалист, и мы понимаем, что он нам будет полезен. Ну вот как раз такие люди будут рассчитывать. Железный аргумент в пользу того, что на высокий коэффициент смогут рассчитывать так нужное городу приезжие и малооплачиваемые специалисты сыграл свою роль. Спокойно, но сдержанно. При одном воздержавшемся депутаты проголосовали «за». Татьяна Глебова, Сергей Карпов. Вести. Норильск. Корректировку краевого бюджета внесли на рассмотрение в законодательное собрание. За 8 месяцев этого года доходы края уменьшились на 7,5 миллиардов рублей. А вот расходы увеличились почти на ту же сумму. В правительстве связывают это с мировыми экономическими тенденциями. Дефицит краевого бюджета на данный момент составляет 44 миллиарда 800 миллионов рублей. Сейчас правительство края ведет активную работу с Министерством финансов России по оказанию дополнительной финансовой помощи. В Красноярске задержали 39-летнюю жительницу Норильска при получении посылки с наркотиками. В ходе обыска полицейские изъяли у женщины более 26 граммов нового вида синтетического наркотика. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают сообщников задержанной. О новостях культуры. В Заполярном театре драмы прошла генеральная репетиция спектакля «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Этой премьерой уже завтра откроется второй международный фестиваль искусств северных городов мира «Параллели», который будет проходить в течение двух недель. Норильчане смогут познакомиться с творчеством актеров, хореографов, художников и драматургов из различных северных стран, таких как Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Голландия и Эстония. В Красноярск вернулся новоиспеченный чемпион мира по греко-римской борьбе в весе до 96 килограммов Никита Мельников. Единственный представитель от Красноярского края в Будапеште стал главным героем чемпионата. Именно его золотая медаль вывела сборную России в лидеры. С победителем встретился Дмитрий Матыскин. Для 26-летнего Никиты Мельникова этот чемпионат мира стал первым в карьере. И сразу такой успех. Однако путь к финалу был непростым. Сразу после победного поединка красноярский борец признался. Силы покинули его еще в четвертьфинале в схватке против японца. Почти за минуту Мельников растерял преимущество с 6-0 до 6-4. Но все же прошел дальше. А уже через 15 минут его ждал более свежий азербайджанец. Но и здесь красноярец показал характер. Стиснув зубы он смог вырвать победу 3-0. И я знал и понимал, что на меня смотрит Красноярск. Что за меня молятся родные, близкие. И чисто на этом позитиве я старался продвигаться дальше, насколько я мог. Пытается сделать переворот наш спортсмен. Может быть в обратную сторону. И есть движение. Один балл. Соперником Никиты по финалу стал уже знакомый борец армянин Артур Алексанян. Именно его Мельников разгромил в главном поединке Казанской универсиады. Однако на чемпионате мира до последнего было неясно, кто из борцов увезет домой награду высшего достоинства. В итоге судьбу золота решали судьи. Счет схватки был 2-2, но россиянин провел более зрелищные технические действия. Что и позволило рефере отдать ему предпочтение. В Казани он выиграл 9-0. Но тут подготовился, хитро начал бороться по-другому. Ну и получается Никита его накатил. Впервые за 40 лет в Красноярске вновь появился свой чемпион мира в греко-римской борьбе. На сегодня Никита Мельников является первым номером в сборной, весит до 96 килограммов. Именно в этой категории в 2008-м Аслан Бяхушцев принес для Красноярска золото Олимпиады. 2012-й для нас стал провальным. Сейчас все надежды связаны с Мельниковым и Олимпиадой 2016 года. Многие пророчат именно нашему борцу золото бразильских игр. Дмитрий Матыскин, Эдуард Ляйс, Вести Красноярск. К этому часу пока все. Вот некоторые темы следующего выпуска. Не досчиталось вещей. Можно ли возместить ущерб, если посылка пришла с большим недовесом? Игры не для всех. Почему юным норильчанам на новые площадки вход заказан? Все главные новости Норильска доступны на сайте norilsk.defis.tv.ru Телефон нашей редакции 46 92 46. Сообщайте ваши новости. До встречи в 19.40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова